привет ребята всем вот мой пикап фатон тун вот чистый китаец но я бы не сказал что он прямо чистый китаец дело в том что все основные агрегаты давно проверенные вот такой кузов у него видеть он по шарпаны у меня к сожалению нагрузку он не выдерживает чего тут только не возится песок металл и что только не возил щебень машина работает смело могу сказать что до тонны я на него гружу и он эту тонну свободно прет но я бы не сказал что с этой тонны и там 140 ехал но своих 80 90 вообще никакой проблем вот этим металл я на нем возил загружал пикап как он себя ведет ведет он себя отлично хочу сказать это такой лайфхак сделаны защелки с алиэкспресс не вот так вот работают и потом вот застегуете он у вас зафиксирован тем самым не дает расходиться вот в этих местах борту вот в этих местах он может разойтись если он разойдет что замок начинает не защелкиваться это вот один из недостатков вот мой кунг покрашены краской титан прошел уже испытания две зимы но я скажу что претензий особых нету так что все в принципе нормально машина оправдывает свои вложения деньги которые она стоит на а вот здесь вот я зацепил задом машина длинная непривычно как всегда у серёги получилось дважды задом упереться один раз забор другой раз в дерево и все одним и тем же краем так что когда у вас датчик срабатывает что движение далее нельзя не рискуйте ребята лучше сразу по тормозам нужно верить датчиком датчик не купишь ни за что ну вот единственно что в лес ездил здесь такая мятина небольшая бревном зацепил я подмял но краска не спазла как была так и осталось по самой машине установил камеру зеркала слепых зон когда едешь видно какая машина сзади едет очень удобно очень классно машину показывать не буду там бардак у меня соля ручку лью только shell и ну иногда газпром это когда уже нет возможности заправляться на зиму конечно заправляюсь антигелем заливаю движок камень себе показал на высоте не претензий к движку вообще нет никаких потому что своими своевременная замена масла и принципе больше ничего не нужно и фильтров да какими попалами солярками я в принципе не заправляюсь и вам не рекомендую там воинских частях у друзей знакомых знаете сэкономленных 3 рубля потом дороже обойдутся для вашей машины по сегодняшний день я машины очень доволен купил бы я ее еще раз ну я вам думаю что да я бы не задумываясь ее купил во первых кабина очень широкая я уже больше женой локтями никогда не толкаюсь она сидит довольно широко и если вот брать тойоту хай люкс вот эту широкую машину здоровую вот она чем-то ее напоминает по размерам но да конечно в салоне нет такого там крутого дизайна кнопочек там всякой херни там у меня в принципе не нужно нахер они мне эти все лишние электронные причиндалы нужны машина очень простая в управлении очень просто кнопками включается мосты полный привод ничего лишнего нету так что машина я доволен дизель экономичный даже с прошитыми мозгами у него расход у меня 8 и 9 и меньше бывает даже литров ну правда я не агрессивный водитель и агрессивно не езжу в отличие от многих людей вот один недостаток у этой машины постоянно перегорают фары то против туманка перегорит то свет перегорит твою налево ну как это так вот можно сделать вот всегда вот какая-то маленькая такая проблема возникает в принципе я думаю что главное что небольшая проблема если учесть что на заправке ко мне подъехал на бмб чувак заплатил три с половиной миллиона твою арта лево что за бмб такая гарцелло не отвалится с двигателем какая-то проблема вот так постояли с ним немножко потрепались да у чарь бы в три фотона купил бы доездил спокойно не нервничал так что уже даже бмб теперь уже не бмб скоро китаец будет у нас самая лучшая машина также ребята большое спасибо кто был на моем канале чеки всем пока пока подписываемся ставим лайки с уважением серёга